Девушки отдыхают Как же сократить вредные выбросы в атмосферу и не выбросить деньги на ветер? Обсуждаем сегодня. Итак, 32 миллиона тонн вредных выбросов попадают в атмосферу ежегодно. Эту цифру приводит Минприрода. Данные сейчас доступны по состоянию на 2017 год. Если все эти загрязняющие воздух вещества погрузить в железнодорожные цистерны и поставить в одну линию, такой состав мог бы обогнуть Землю по экватору 140 раз. С выше 70 миллионов тонн из этого объема генерируют стационарные источники в диапазоне от промышленных гигантов до небольших котельных. И еще почти 14,5 миллионов тонн выбросов приходится на долю автотранспорта. По данным Росгидромета, формально за 8 лет в 68 городах России удалось снизить концентрацию вредных веществ до приемлемой нормы. Звучит, вроде бы, внушительно, но это экология бумажная. Так, в 2014 году опасный передел по концентрации формальдегида повысили в три раза. И если считать по прежнему уровню, лучше дышать стало не в 68, а всего лишь в 18 городах. Снизить общий объем выбросов загрязнения в атмосферу в 12 самых неблагополучных, с этой точки зрения, российских городах президент потребовал еще в прошлом году в своем послании Федеральному собранию. Через год Владимир Путин вновь поднял эту тему и предложил механизм, каким образом это можно воплотить в жизнь. Эти города нужно, наконец, вывести из зоны настоящего экологического бедствия. За 6 лет объем загрязняющих выбросов в атмосферу здесь должен сократиться не менее чем на 20%. А чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения такой задачи, нужно четко установить ответственность промышленных и других компаний, обозначить их конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации экологического ущерба, зафиксировать все это в законе о квотировании выбросов. Я знаю, прекрасно знаю и понимаю, о чем там идет речь. Знаю, что весьма влиятельные лоббисты стараются всячески притормозить этот законопроект. И аргументы мне хорошо известны. Сохранение рабочих мест, сложной экономической ситуации. Но так не может продолжаться бесконечно. Не может. Напомню, что при принятии подобных решений мы должны руководствоваться не корпоративными интересами, не интересами отдельных уважаемых людей и компаний, а интересами народа России. Прошу принять закон в весеннюю сессию, уважаемые коллеги. Уже через неделю после этого выступления Минприродная направила в правительство законопроект о квотах на вредные выбросы. Документ предлагает изменить сам подход к решению этой проблемы. Как же будет работать новый механизм и чем он не устраивает бизнес? Рассказываем в нашем обзоре. Сейчас дымные и пыльные производства платят за негативное воздействие на окружающую среду. А если выброс превысит предельную концентрацию, еще и штрафы. Если пройдет предложение Минприроды, то сначала посчитают, сколько тонн различных примесей в год. В принципе, может находиться в атмосфере над городом или районом. Потом это условное облако разделят на все производства на этой территории. Каждый получит свою квоту на выбросы. Если забот перебирает, откупиться уже не получится. Послабление тем, кто не укладывается в квоту, сделать могут, но только на время. А в отведенный срок нужно будет покупать фильтры или проводить модернизацию, чтобы сократить выбросы. Квоты должны распределяться между всеми хозяйствующими субъектами, кроме предприятий, отнесенных к наименее опасной четвертой категории. Размеры квот, перечень, между кем их предстоит распределить и какая ответственность, предусмотрена для нарушителей, в законе не прописаны. Их еще только предстоит определить. В таком виде законопроект не устроил бизнес. Предложение Минприроды раскритиковали в Российском Союзе промышленников и предпринимателей. Там считают несправедливым, что для заводов квоты предусмотрены, а для транспорта и ЖКХ нет. Хотя они тоже вносят свой вклад в загрязнение атмосферы. К тому же есть опасения, что местные власти могут дать предприятиям заведомо невыполнимые квоты, чтобы бизнес, в обмен на обещания их пересмотреть, профинансировал какую-нибудь важную для региона стройку или приобрел для администрации новые, более экологичные автомобили. Коррупционную составляющую в документе предпринимателей разглядели, а вот рыночную нет. А им хотелось бы иметь возможность накопить квоты, продать избыток или наоборот докупить недостающие тонны выбросов. Кроме того, еще даже непросчитанные показатели по квотам бизнес считает невыполнимыми. Для многих предприятий единственный способ уложиться в норму – это снизить объемы продукции или вовсе закрыть производство, считают в РСПП. В ход пошел и довод о массовых сокращениях рабочих мест. В правительстве посчитали, что переход на новую систему повлечет за собой дополнительные расходы для бюджета. Законопроект Минприроды получил отрицательный отзыв. Бизнесу нужны детали и подробности. А без них принять законопроект о квотах на вредные выбросы будет непросто. По крайней мере, так считает экономист Игорь Макаров. Загрязнение воздуха представляет собой огромную проблему. Ведет к потерям тысяч, десятков тысяч человеческих жизней из-за дополнительных болезней. Ведет к снижению ВВП. В частности, по оценкам Минприроды, снижение ВВП от загрязнения воздуха составляет в России от 4 до 6%. И, конечно, это требует регулирования и, собственно, механизм квотирования. Это один из самых эффективных в теории способов. Но другое дело, что практическая реализация во многом зависит от мелочей, которые пока еще обсуждаются и по которым пока еще нет консенсуса. Вот в этих уточнениях, например, что за компенсационные меры предполагаются в случае нарушения компаниями нормативов, в случае превышения квот, вот здесь кроются основные вопросы, в том числе вопросы, имеющие первоочередное значение для бизнеса. В Европе проблему промышленного загрязнения атмосферы решают рыночными методами. Торговать воздухом стали еще в начале 2000-х. По задумке, возможность продать на аукционе излишки квот, которые распределяет государство, должна стимулировать бизнес эти выбросы сокращать. Поначалу это работало довольно эффективно. Выбросы углекислого газа с 1990 по 2017 годы сократились на 22%, но затем цена на излишки квот снизилась с 8,5 евро за тонну в 2004 до 5 евро в 2016 году, и стремление бизнеса инвестировать в зеленые технологии стало угасать. Тогда в Евросоюзе решили в 2021 году изъять с рынка 800 миллионов квот на выбросы, и в 2017-м реформу одобрил Европарламент. После этого цена начала расти. Сейчас тонна стоит 27 евро, а уже к 2020 году может подорожать вдвое. Европейская система торговли выбросами – крупнейший в мире рынок углеродных квот. Тонна охватывает более 40% выбросов углекислого газа в Евросоюзе и более 6% мировых. В Китае с промышленными выбросами также борются административными методами. К примеру, в 2014 году критерием эффективности чиновников на местах стало состояние экологии в обверенной им провинции. Активистами 300 некоммерческих организаций разрешили подавать коллективные иски в суд против корпораций, если они допускают нарушения. При этом информаторам на предприятии гарантируют анонимность. В России систему контроля за вредными выбросами реформировать необходимо, так считают экологи. Так, согласно расчетам Greenpeace, действующие предельно допустимые концентрации для канцерогенных веществ в воздухе в несколько раз превышают верхнюю границу приемливого риска для здоровья населения. Например, по кобальту и мышьяку допустимая норма завышена в 10 раз. Как объясняют экологи, многие нормы такого рода устанавливались еще 30 лет назад и за это время не пересматривались. Но вместо того, чтобы снижать границу допустимых выбросов некоторых вредных веществ, в последние годы ее, наоборот, повышают. Добрый день. Позицию бизнеса уже немного обозначили, к ней обязательно вернемся. Давайте сначала про экологию поговорим. Если мы говорим о регулировании вредных выбросов, то о каких выбросах идет речь, насколько достоверна информация о структуре этих выбросов и что вообще с экологией в этих 12 городах, металлургических центрах? Ну, понятно, что это целый спектр. И в зависимости от источников, то это и влияет. То есть, поскольку в списке 12 городов там было очень много металлургических предприятий, то, скорее всего, это в первую очередь отисло серы, азота и все, что связано с угольной генерацией и непосредственно с выплавкой. Но самое главное, просто что мне казалось более-инденно, важно сказать, что просто я бы, во-первых, на все недостатки, справедливую, может быть, в чем-то предварительную, предупреждающую критику со стороны РСПП, очень хорошо, что Минприрода сразу вышла с этим законопроектом, потому что в мире существует два подхода к регулировке выбросов. Это переход на наилучшие доступные технологии и квотирование для территории. Может быть, не совсем правильно, что был выбран у нас НДТ, но получилась ситуация, что бизнес пролоббировал, что НДТ в России это не лучшее, но доступное. Это наиболее массовые уже применяемые им технологии, и ничего не изменилось. Простите, Евгений, что перебиваю, но Минприрода не могла не выйти с этим законопроектом, потому что было послание президента, были нацпроекты, были паспорта нацпроектов, и одна цифра прозвучала, 20% снижения в этих 12 городах. А сейчас-то какие показатели? Кто-нибудь измерял, и насколько они достоверны? Бежит, это я не входит. Нет, первая проблема... 20% от чего и что мы измеряем? Мы ничего не измеряем, потому что форма 2ТП до сих пор не открыта. И несмотря на все обещания Росприроднадзора, что индивидуальные кабинеты природопользователей будут открыты, и эту форму любой посмотрит, за три года не было реализовано. Никакой информации, кроме того, что добровольно раскрывает компания, реально нет. И любая попытка получить эти данные в природнадзоре, люди сразу руки на голову и говорят, вы что, они нас засудят за раскрытие этой информации, хотя это противоречит Конституции, действующему законодательству. Вот. Но возвращаясь, ситуация следующая, что тогда, когда после введения НДТ в таких городах, как Челябинск, дышать легче не стало, то перед губернаторами стала задача хоть что-то изменить. И поэтому появилась совершенно логичная идея, это перейти к квотированию. То, что первый законопроект, и я думаю, что Михаил подробно расскажет о его недостатках, сырой, лучше начать обсуждение. Потому что у нас то, что касается даже введения НДТ, я здесь просто как участник процесса могу сказать, что поскольку позиция бизнеса была неконструктивна и непроактивна, то получили то, что получили. Ну, может быть, мы сейчас получим конструктивную и проактивную позицию. Понятно, что мало деталей, Михаил. А что в этом законопроекте должно было быть, чтобы это устроило бизнес? Ну, это сложно, что там должно быть, чтобы устроило бизнес. В принципе, бизнес настроен таким образом, что все, что создает для него дополнительную нагрузку, административную или финансовую, воспринимается, в общем-то, в штыки. Вот. Особенно, когда скорость появления различных инициатив неконтролируема. Только что закончили более-менее с НДТ, еще даже не ввели, еще даже не оснастили, так сказать, источники выброса в приборы биоучета, а уже появляется следующий законопроект, который, как бы, отчасти отрицает предыдущий, да? То есть, это тоже, мне кажется, не есть хорошо. Давайте мы закончим одну историю, посмотрим, насколько эффективно она сработала или неэффективно. И я понимаю, о чем говорит Евгений, я тоже, в общем, знаю, во что вылилась эта вот разработка показателей НДТ. Но... Если бы были прописаны квоты, как рыночный механизм, это бы устроило бизнес? Как это работает в Китае и в Европе? Понимаете, какая история? Вот в том законопроекте, который вышел сегодня, да, квотируются не выбросы, а концентрации. И это, на самом деле, это опять особый путь, да, что раздражает, потому что нигде в мире концентрации не квотируются. Концентрация – это, некоторым образом, вторичный такой элемент, это то, что наблюдает там наш гидромет, который отвечает за методики окружающей среды, вот он меряет эти концентрации. Вклад в концентрацию, измечательно трудно посчитать. Кто это? Это проехавший только что автомобиль? Это выбросы какого-нибудь металлургического гиганта, у которого высокие трубы, которые, скорее всего, не гадят прямо непосредственно в этом городе, а гадят соседним, как бы, да? Это очень сложные вопросы. Вот. Поэтому сама идея, что квотировать надо концентрации, она, мне кажется, нелогична. Из того, что я знаю по мировому опыту, было квотирование выбросов сердца дезернающих веществ в Штатах, программа, которая считается чрезвычайно успешной, но там квотировали общий объем выбросов парниковых газов со всеми теми оговорками, о которых сегодня вспоминает бизнес. Квоту можно было покупать, квоту можно было продавать соседу и покупать у соседа, и квоту можно было переносить на следующий год, да? То есть идея была в том, что если ты сегодня перевыполнен, то завтра можешь недовыполнить, условно говоря. Если сегодня, скажем, благоприятна была ситуация с точки зрения, ну, не знаю, там, спрос на рынке, на энергию был меньше ожог, меньше угля, а завтра потребуется больше, я могу эту квоту перенести и сохранить, чтобы завтра не умереть от нагрузки, как бы, да? Вот все эти механизмы гибкости должны были бы быть в законе, а их нет. Давайте, я прошу прощения, вернемся немного к началу, а именно к нацпроекту «Чистый воздух», к федеральному проекту «Чистый воздух», который прописан в нацпроекте по экологии. На связи с нами сейчас в студии РБК в отеле Кемпинский, Кирилл Никитин, директор Центра налоговой и политики экономического факультета МГУ. Кирилл, здравствуйте. Добрый день. Итак, федеральный проект «Чистый воздух» стоимости примерно в полтриллиона, это как раз то самое снижение выбросов в атмосферу в метеорологических центрах, причем 374 миллиарда средств нацпроекта должны составить частные деньги, то есть инвесторы частные должны вложить в 4 раза больше, чем государство, по крайней мере, так прописано в паспорте нацпроекта. Можно ли считать это дополнительной неналоговой, такой квазиналоговой нагрузкой на отрасль? Конечно, можно, да. Вы хотите, чтобы я продолжил эту мысль? Да, безусловно. Да, что вы имеете в виду? Безусловно, это дополнительная нагрузка. Вы знаете, вообще очень интересно то, что мы, с одной стороны, на протяжении 4-х лет говорим о том, чтобы не наращивать налоговую нагрузку, затем у нас пошел поток неналоговых платежей, неконтролируемых, значит, бизнес активным образом, деловые организации работают над тем, чтобы обеспечить отсутствие роста и какую-то фиксацию неналоговой нагрузки, но одновременно мы наблюдаем вот эти вот теперь с совершенно благими целями потоки и попытки ограничить, ввести дополнительные платежи, которые тоже носят, но в какой-то степени фискальный характер. Вы знаете, Елена, я хотел бы, на самом деле, может быть, чуть более широко прокомментировать. Во-первых, мы, вы знаете, немножко путаем, на мой взгляд, или перемешиваем две темы. Это, собственно говоря, экологическую тему, борьбу с загрязнением воздуха в крупных городах, там, где находится металлургическая промышленность, какие-то еще факторы, которые загрязняют воздух. В Москве 90% загрязнений воздуха – это автомобильный транспорт, например, если не 95%. Но мы путаем, как немножко смешиваем, скажем так, вот эту тему и тему борьбы с прониковыми газами. Прониковый газ, знаете, основным прониковым газом является углекислый газ, он вообще не является загрязнителем воздуха, из него воздух, собственно, и состоит в большей части, и тему борьбы с глобальным потеплением. В первую очередь, я акцентировал вопрос на том, что это совершенно не до конца пересекающиеся темы, это две разные темы. А вторая вещь, которую я, наверное, может быть, очень коротко прокомментировал, это то, что, вы знаете, мы настолько построили экономику, в которой мы настолько не верим в рыночные механизмы, что мы все время любим прибегать к механизмам. Квотирование, штрафование, неналоговых платежей, налоговых платежей и всего чего угодно. Мы совершенно не верим не только в рыночные механизмы, мы еще и не верим в современные достижения экономической науки, которые, начиная с Нобелевской премии 1991 года, говорят о том, что нужно создавать рынки, в том числе рынки выбросов, в том числе рынки радиочастот и так далее, и затем позволять этому рынку эффективно регулировать, если он правильно структурирован, эффективно регулировать стоящие при нем вопросы. Нам же нравится, конечно, обязательно в эту историю обязательно впихнуть государство, которое будет устанавливать квоты. Я согласен с коллегами о том, что измерять концентрации, это тоже отдельная очень история, там специфическая. Правда, если бы мы не сталкивались с ситуацией о том, что регулярно отключаются приборы учета и регулярно отключаются очистные сооружения, то, наверное, и вопроса о измерении концентрации не было бы. И зачастую просто отдельные, недобросовестные, давайте так, участники загрязнения воздуха, они, собственно говоря, своим поведением добиваются того, что весь рынок, весь сегмент регулирования, он подвергается вот этому избыточному и странному регулированию, потому что по-другому немножко с ним сложно работать. Кирилл, простите, что перебиваю, но мы две темы пока смешать не успели, вы просто опередили мой второй вопрос про законопроект Минека, который касается сокращения выбросов парниковых газов и готовит ратификацию Парижского соглашения, которая должна состояться в 2019 году. Так вот, там сбор тот самый за эти выбросы определен как неналоговый доход бюджета. С чем связана озабоченность Минека в подготовке этого законопроекта? Ведь это непрофильные вопросы. Вопросы экологии для Минека непрофильные. Ну, вопросы экологии для Минека, наверное, непрофильные. Для Минека профильными являются вопросы экономического развития. А к экономическому развитию мы всегда добавляем слово устойчивого экономического развития. С этой точки зрения логично, что Минек подготовил этот законопроект. Логично, что тоже выбран достаточно специфический, не сильно рыночный вариант регулирования. Более того, я бы сказал, что законопроект очень рамочный. И в рамках этого законопроекта, во-первых, много чего не предусмотрено, во-вторых, слишком много, на мой взгляд, полномочий передается с уровня парламента на уровень исполнительной власти, что, опять же, на мой взгляд, неправильно. Но, в целом, я хочу сказать, что, вы знаете, мне кажется, что, наверное, не вызывает никакого сомнений, что как бы мы там не спорили про факт глобального потепления, как бы мы не спорили про антропогенные факторы в глобальном потеплении, мне кажется, что признавать его наличие нужно. И, как бы, отрицая, поддерживая какие-то теории заговора, не нужно, тем не менее, снимать эту проблему с повестки. Нам нужно регулировать наше участие в борьбе с глобальным потеплением. И, вы знаете, я бы начал, на самом деле, в первую очередь, опять же, то, о чем говорили коллеги, и то, с чего вы начали в своем выступлении, создание достоверной системы мониторинга информации, собственно говоря, о выбросах, о выбросах по источникам, по... Да, которые пока нет. Спасибо вам, Кирилл Никитин, директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ из нашей студии в отеле Кемпинске в Петербурге. Итак, два таких параллельных процесса, законопроект Минприроды, законопроект Минэкономразвития. И, в итоге, как-то, главный вопрос, а мы говорим про экологию или мы говорим про деньги? Про экологию или про экономику? Или все настолько смешалось сейчас? Экология, это главный сейчас мейнстрим, конкуренция... Дышать не легче станет, жителям 12 городов, да и всем остальным тоже. Можно я один... Да, пожалуйста, я принесу. Передам Михаил. Коллега из МГУ совершенно говорил, что у нас нет рынка, что нужен рынок, квоты и так далее. Одна из проблем, что создать рынок, квоты без участия государства невозможно. И вот тот пример, который про Пенсильванию и про восточное побережье США, о котором говорил Михаил, он имеет одно но. Потому что там люди верили в то, что на длительный срок установлены правила игры. И они не боялись переносить платежи по квотам, использовать рыночные преимущества в зависимости от цен на уголь и так далее. Собственно, сейчас вся проблема сопротивляения бизнеса любым разумным инициативам со стороны государства, это следствие отсутствия доверия в правила игры и в том, что они будут честные. Я бы вас, Михаил, попросила прокомментировать. Вот это второй момент, как раз законопроекта Минэка по парниковым газам, потому что сначала РСПП вроде бы была против, а сейчас Союз промышленников-предпринимателей, насколько я знаю, недавно выступил за ратификацию. Давайте не путать две эти вещи. Значит, ратификация Парижского соглашения не означает автоматическое регулирование выбросов. Ратификация нужна в том числе для того, как, в частности, мне неоднократно говорили мои коллеги из РСПП, для того, чтобы заставить правительство начать что-то в этом направлении делать. Сегодня они, по большому счету, все время кивают на то, что нет оснований, нужны какие-то международные соглашения, какие-то толчки снаружи, для того, чтобы заработали какие-то механизмы внутри. Действительно, у нас нету системы корпоративной отчетности. Это не значит, что мы не знаем, сколько выбросов. Мы прекрасно знаем. Вот буквально на прошлой неделе, и даже на этой неделе, вышел очередной доклад, делал в Несу глобального климата и экологии, сколько России в целом выбрасывают, там порядка двух миллиардов тонн в год. Мы это знаем. Мы не знаем, кто конкретно. И очень небольшое количество предприятий сегодня добровольно оценивают. Вы однозначно со знаком минус оцениваете оба эти законопроекта с точки зрения бизнеса, или все-таки есть плюсы? Я бы сказал так. Бизнес оценивает оба проекта со знаком минус. Я как профессионал не могу относиться так к этому. Мне кажется, что это предмет для дальнейшей работы. Надо искать способы решения. Спасибо. Евгений Шварц, директор по природоохранной политике Всемирного фонда зекоприроды России, и Михаил Юлкин, генеральный директор Центра экологических инвестиций РСПП. Итак, коротко подведем итог этой теме. Законопроект о квотировании загрязняющих выбросов в металлургических центрах находится сейчас в особом контроле администрации президента. Как, впрочем, и большинство инициатив в профессиональных нацпроектах, разногласия, которые вызвал документ, подготовленный Минприродой, должны быть устранены в ближайшее время, чтобы пройти первые чтения в Госдуме уже в весеннюю сессию. Реализация потребует почти 400 миллиардов рублей со стороны частных инвесторов. Параллельно Минэкономразвитие готовит законопроект о регулировании выброса парниковых газов. Сбор за эти выбросы определяется как неналоговый доход федерального бюджета, что тоже может стать дополнительной нагрузкой на бизнес. Ну и главный вопрос, поможет ли это улучшить экологию, или вопросы атмосферы и климата стали чисто экономическими. Вы смотрите Деловой день на РБК, телемарафон сегодня, зеленая экономика, он продолжается. Новые вызовы перед человечеством. Глобальное потепление, мусор, перепроизводство. Обо всем этом наш эфир, специальные репортажи, эксклюзивные интервью и гости-эксперты. О глобальном экономическом тренде зеленой экономики также читайте в новом разделе на сайте РБК, адрес сейчас на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова